всем привет народ вот скачал себе финал фэнтези 15 часть для пк тут же решил вам сделать обзорчик на нее настройки пока что самые низкие по графике но в принципе видите да что играбельно можно будет чуть попозже сделать настройки повыше сейчас пройдем обучение потом уже посмотрим что да как боевая подготовка обучения и так погнали боевочка сделаны на мечах по моим можно использовать и пистолеты я уже один раз затестил ее очень похоже на тени мордора боевая система я думаю всем кто играл понравится захват цели shift защищаться правой кнопкой мыши понятно погнали вот так как мы удерживаем правую кнопку мыши он автоматически уклоняется от ударов ничего в принципе сложного нету так теперь атака у нас если удерживать левую кнопку мыши он будет автоматически атаковать awsd будут смещать наши серии вправо или влево погнали атаковать таким образом у нас смещаются серии я нажимаю вправо и влево внезапные атаки легко пробивают туда-сюда 5 10 так погнали дальше теперь по моему контратака а парирование да для парирования нам нужно вовремя нажимать когда появляется значок правую кнопку мыши и тут же нажимать левую кнопку мыши погнали не прошло еще раз пробуем давай тут же парировал нанес серию принципе управление достаточно несложное мне нравится не прошло появился значок присесть возле колонны я немножко затупил достаточно красивой серии мне нравится есть сложное парирование зависит от противника главное вовремя нажать туда-сюда погнали достаточно неплохая боевка мне пока что все нравится давай сейчас будем рубиться с ним то есть посмотрим чему мы научились фиксируем его папа тут же атакуем все равно удары проходят видите все можем стать стоечку опа и уже отсюда наносить какие-то удары неплохо идем дальше так теперь я научу тебя телепортации начать следующий обучающий курс погнали так так ну смотрим так телепортации закрыть хорошо время телепортироваться телепортация это так метнув свое оружие нактус может мгновенно телепортироваться к нему как нам это сделать а все понял а атакующая телепортация шифт захват цели ф мы кидаем номер shift плюс z следующее а следить потом идет шифт отмена если противник захвачен цель вы уже не просто телепортируетесь а атакуете чтобы не выпускать цель из захвата и в то же время не держать ее все время закрепите захват так камера сохраняет фокус на цели помогая вам держать ее в поле зрения так ну-ка нажмите так так удерживайте цель чтобы ты захватил цель теперь нанести удар захват цели плюс f атакующая телепортация урон нанесимый так увеличивается с расстоянием чем дальше тем лучше погнали атакующая телепортация вот оно как видите телепорт в точку так ну может телепортироваться не только на врага но и в точку так осмотреться телепорт в точку вы можете телепортироваться к точке которые отмечены своей меткой когда она появится на экране так телепорт в точку f телепортация захват цели атакующий телепорт посмотрите назад найдите метку ага вот она теперь мы нашли метку теперь мы нашли метку и можем на нее телепортироваться ага вот оно как при телепортации в точке цель будет автоматически захвачена немножко непонятно мне ага вот она теперь мы можем атакующую телепортацию применить а а расходование оем так телепортация защиты расходует м которая отображается как синяя полоска на голове а также в нижнем правом углу при перерасходе маны так входит состояние стазис резко ограничивающие его возможности и делающие его уязвимым чтобы ускорить восстановление о за его им на ктис может не только использовать соответствующие предметы но также спрятаться укрытие или терапортироваться к точке находящейся на высоте занять укрытие стать за укрытие понятно сейчас подойдем колонии вот она краса правой кнопкой мыши мы можем краситься и отсюда мы можем так телепорт точки моментального стану восстанавливает все м запомните метки когда вам потребуется передохнуть запомните метки так попробуйте одолеть используя только атакующую телепортацию используйте подсказки по управлению телепортациям правой части экрана защищаетесь и уклоняйтесь когда это необходимо так ну ладно в принципе не сложно но это тоже отнимает у нас ману так мы телепортируемся а мы висим где мы висим ни хрена мы нигде не висим куда-то мы телепортировались но не туда опа принципе можно бегать shift нет мы захватываем цель чтобы сюда телепортироваться мы нет а как ее запомнить что-то немножко под топлива а вот она как даже туда что-то что-то ага у нас восстанавливается автоматически мана если мы например сюда телепортировались теперь атакующая телепортация и сразу же можно было нам нажать опа отошли отбегаем ну вот в принципе мы отбегаем сюда все я куда-то телепортировался но не туда ни хрена он автоматически кидает захват я вот чуть-чуть чуть-чуть затупил с этим моментом что-то я не пойму как нас фокусироваться так в воздухе телепортироваться к точке в воздухе чтобы нет а у нас есть расход маны да нам нужно укрыться вот здесь восстановить сначала вот мы восстановились восстановили маму теперь мы попробуем телепортироваться до какого аж хрена так shift shift z было по моему удерживает цель да иди нахер зачем ты за нами бежишь нет я почему-то не могу телепортироваться к точке это меня малость поднапрягает а все понял все понял нам нужно удерживать f я просто нажимаю отпускаю ее нужно удерживать и тогда он у нас телепортируется к точке вот они раз него вот так будет скакать по кругу к ближайшей точке но это отнимает у нас много силы видите да сейчас мы укроемся а вот тут по 2 становим чуть-чуть уже музей все остальное а то немножко устал у нас надо повисеть вон там пойти все мы висим восстанавливаем всякие оз теперь мы делаем захват цели фокусируемся нажимаю тут же отход опа отбегаем все понятно в принципе опять в точку висим здесь восстанавливаемся захват цели есть все понял в принципе так чтобы перейти к начать следующий курс в принципе неплохо так что это за курс у нас будет сопротивление и уязвимости посмотрим что это такое попробуйте так несколько ударов так захват а значит оружие а атак атакуя врага вы можете увидеть количество наносимого урона в различных цветах оранжевый означает уязвимость фиолетовый уменьшенный урон из-за сопротивления противнику могут обладать сопротивлением или уязвимость как определенным видом оружия удары мечом неэффективны против владеолуса поэтому лучше переключиться на что-нибудь другое так двуручный меч кинжалы угу так ну-ка хорошо сейчас мы отойдем переключимся на двуручный меч угу отошли тут же бам нет очень тяжелое оружие так на кодус приобрел дротик древковое оружие попробуйте экипировать его главное мерю меню снаряжение поменять тип оружие xz у нас главное меню сейчас мы отойдем отсюда в дыню сразу прилетела я не успел ничего нажать тап снаряжение так и его друзей оружие аксессуары костюмы и приемами ага накатус может экипироваться нактис его зовут я буду назвать накатус может экипировать 4 вида оружия его друзья всего лишь двумя ну давай накатус у нас есть где он у нас что-то тут приобрел какой-то дротик выбрать персонаж убрать добавить руководство кинжала а где у нас дротик нет палаш ага z zx вот андротик мы выбрали дротик мы выбрали дротик сейчас мы поменяем а как мы его поменяем молодчина нам пишут хер узнает вроде ничего не сделал даже не швырнул этот дротик так заклинание хера себе чтобы использовать магию для начала держи заклинание ага и дальше огонь 5 уровень нактус приобрел заклинание главное меню снаряжение и опять ага в одной из категорий можно поставить заклинание подобное оружие заклинание нужно сначала экипировать чтобы их можно было применять в бою пролистайте категории до заклинания и экипируйте заклинание огня все понятно переходим в shift снаряжение нактус уху 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 палаш теперь мы кинжалы огнестрельные щиты механизмы вот оно у нас заклинание мы его экипируем в огонь да накакис мы экипировали себе заклинание огонь применить заклинание смотрим один два три четыре смена оружия применить магию выбрите заклинание и примените на гладиолусе твою мать кто им имена придумал японцы это же японская игра накатус гладиолус ну хорошо так где у нас так применить огонь один два три четыре у нас нет это кинжалы два три ага вот у нас огонь захват цели в принципе блин вы смотрите как просто писец вот это мощь ну да мне тоже понравилось так пригодится прицелиться отпустить для применения магия очень мощная уничтожает все без разбора старайтесь не попадать на союз а ну это да в принципе противники могут обладать сопротивлением или уязвимостью к оружию стихиям гладиолус туда сюда нактус не может выполнить атакующий телепорт если держит в руках заклинание или механизм это постоянно нужно будет залазить смотреть что у него в руках ну да в этой игре не придется как бы бездумно махать мечом иногда нужно будет и пошевелить своими извилинами погнали дальше так сейчас что проверим сопротивление и уязвимости в игре присутствует два режима боя атакующий режим и режим ожидания пауза настройки бой так давайте посмотрим так режим ожидания включает включает в себя элементы атаки переключение в этом режиме и узнайте уязвыми уязвимости врагом используя захват цели и вот держи немного энергии стихий энергия льда 15 те же самые приемы не действуют на гладиолуса дважды найди и используйся его уязвимостью так мы одолеть гладиолуса и тормози гладиолус мать твою за ногу что это я сделал я в него что-то бросил в этого гладиолуса ага мы настройки и бой что это режим ожидания а вот оно как все действует так сканирование мы его сканируем мы ставим паузу и смотрим так гладиолус у нас и что это за нахер там появился вот у него вот у него оружие ага вот если мы отжимаем таймер ну мы его засканировали жену и что дальше ага мы можем отжимать таймер как бы у нас огонь не восстанавливается это оранжевое или желтенькое я что-то все проморгал немного продолжить мы сканируем его опять этого гладиолуса нам нужно поменять в общем магию да это 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 Так, нам нужно зайти в снаряжение. Так, в этом пункте позволяет заглядывать в библиотеку заклинаний или же создать и синтезировать новые чары. Создайте заклинания, используя накопленные энергии и стихии, а затем берите с собой, тудым-сюдым, изменить количество энергии для добавления катализации. Вы можете использовать мощность заклинания, это добавляет эффект, например, яд или многократное действие. Заглянув в журнал, вы сможете быстро воссоздать ранее созданное заклинание. Так, нам что дали? Нам дали энергию льда. Да, мы берем ее, ну и че? Так, ага. Мы запихнули туда, короче, магические стихии, мы запихнули туда. Че, надо синтезировать или че? Нет, что-то я ни хрена там не синтезировал. Выбрать или убрать историю, так, руководство. Что-то я немного не пойму ни хрена, что я тут наделал. В принципе, я его создал, а как его применить теперь? Лед. Создать. Ага, вот оно как. Мы его создали. Лед, использовать. Сохранить. Нажимаем использовать. Ставим лед. На какус у нас выбрал лед. И теперь мы можем швырнуть в него лед. Так, ага, ну я так понял. Уязвимость оранжевым показывать, если мне... Да, там у нас лед. Вот, а неуязвимость к молниям и к дротикам. Значит, сейчас мы че делаем? Убираем. В настройках ставим бой. Активный режим. Угу, да. Выходим. Ну вот так, в принципе, еще. Если вы там че-то не можете понять, сразу же... Ой-ой-ой. На какус нам в дыню сразу съездил. Ну-ка, ну вот так и... Свалим сейчас. Повесим пока здесь. Восстановили заклинание. Боевую телепортацию использовать. Ага. Отходим. Сейчас отойдем немножечко. Захватим цель. Прицелимся. Так. На, мы его заморозили на какуса. Опа. Так. А, не, это у нас не на какус, а гладиолус. Что там своих граблей машет? Куда-то. Сейчас у нас опять восстановится. Можем, в принципе, использовать и дротик. Опа. Ну, система уклонения достаточно хорошая. Я не знаю, как она будет работать. Только... Лови, падла. Все. Мы его заморозили до полусмерти. В принципе. Ты быстро учишься. Да, песец, быстро. Тут пока поймешь, как эти на какусы чё кидают. Начать следующий курс. Заклинания прошли. Даже нашли, как его синтезировать. Так, теперь, что командные действия. Ага. Ну, попробуй. Вы звонили? Опа. Цепные удары. Угу. Так. Верные друзья сопровождают на какуса в путешествии и сражаются вместе с ним. Если они рядом, никогда на как... Когда на какус выполняет парирование или внезапную атаку с помощью меча двуручного, меча или дротика, оружие, они могут помочь ему нанести цепной удар. Ничего себе. Ага, чё, какая-то хрень. Ааа, вот оно что. Угу. 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 так приемы так друзья на какуса умеют проводить уникальные приемы используйте приемы расходуйте зеленую шкалу приема расположен слева так шкала постепенно заполняется по ходу сражения control плюс а там что-то счета я понял попробуйте приказать применить при раму пт-о ром пт-о это у него имя такое шумать его за ногу его бы еще пт-о назвали пром то использовать сквозной удар control плюс а ну давайте попробуем контрол плюс а опа на ну в принципе да четко продолжить атаку успешно выполненный прием дает пока всю возможность использовать атаку нажмите когда увидите этот значок выполните проведенную атаку вслед за другой закрыть так главное меню приема меню приема вы можете выучить новые приемы за очки способности по есть чтобы открыть самые разнообразные возможности для боя там главное меню приема а так сейчас мы так опасности спасения опасность а когда он окат у заканчивается здоровье он может состояние опасность не только ограничивать его способность его максимальное здоровье уменьшается по прошествии времени а также при получении урона когда его максимальное здоровье снизится до нуля игра закончится на катус выходит из состояние опасности постепенно или сразу если ему не помощь приходит друг а вот на какуса починили все в принципе четко че так спасти все вот мы его спасли друзья также выходит состояние опасности она не заканчивается здоровье понятно так состояние спасти все команда в действии спасите пром то так спасите от опасности не восстанал спасение так не восстанавливает максимум поза боевые предметы и сарм могут использовать предметы состояние опасности если предмет можно использовать только один персонаж выберите кто в меню то плюсом так использование предмета так попробуйте использовать эликсир чтобы восстановить максимум позу накататься и пром то так спасти пром то т плюс т плюс т плюс т ой блин твою мать т плюс где у нас т плюс а ни хрена себе так сфотографировать нет я не то нажал фотоаппарат не надо нас фотографировать что-то не туда нажал фотоаппарат хочет меня сфотографировать а а а а а эликсир пром то а а а теперь опять т эликсир какакус а а все понял во время т у нас так восстановить все восстановили зелье эликсиры так же могут выйти состояние опасности стою Вして их для друзей для себя всё понятно Я немного не понял конечно Боевку Теперь используйте все полученные знания Попробуйте одолеть Гладиолуса Твою мать А далее еще волшебный сундук Нам огонь дали Так Нихера нас тут Швыряют Гладиолус этот Вообще Какой то отмороженный Ctrl A Ага он провел Сквозьной удар Ctrl D Ctrl A Ну да в принципе Нихрена себе Ну да эффективно Красиво Я в принципе понял Как это действует Так Начать новую игру Воспользуйтесь обучением в любой момент игры Escape пауза обучения Ну в принципе можно будет Тренировки также доступны для оттачивания навыков парирования и применения заклинаний В принципе неплохо обучились Можно будет еще пару раз пройти Вот такое у нас получилось небольшое обучающее видео В дальнейшем можно будет еще провести тренировку Ну вот основной обзор такой небольшой Я надеюсь вам понравится Может что то играет У вас что то еще кроме доты Всем пока и до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok